так мы пересматривать тут многих не будем просто парочку допустим топовых возьмем из тех уровней на которых сидят какие-то уровни то лучше по славе брать на это шестой уровень но 6 8 9 тот на 6 на 8 на 9 допустим дереве в бронзе это 12 уровень и там пару человек 13 14 серебро это 18 золото это 21 платина это 26 но 23 то только один человек 22 человека вот 23 может быть ну и все 30 уровень то есть тут вообще уровне на которых персы сидят 5-6 уровне на остальных сидеть и нету смысла так посмотрим шестой все время тут понятно и первый джобс то есть у него 6 уровень он впирается просто в то что умелок нету он берет чисто повышение урона то есть самое большое повышение урона это будет чисто если взять от этого пассивку и тем более под бафами то есть не криты брать там три крита 3 этих лучше просто взять увеличение урона то есть если у перса там допустим без ничего общий урон там если он биться будет себе подобным будет 20 миллионов если возьмет эту пассивку будет на 32 процента больше но это явно лучше вылечим там пару там каких-то ходах он будет критовать за счет именно за счет этих пассивок которые он возьмет поэтому если брать чисто урон то лучше больше всего дает фехтование дальше он не стал брать кожи ничего потому что конкуренцию нет как правило не было на 6 уровнях тем более у него больше всего жира ему проще на скорость выбивать убивать поэтому взял чисто так активки реанимацию тоже наверное не брал из-за того что самый сильный на своем уровне просто взял урон чтобы был чисто там ради подземки чего не знаю ради бака может он когда-то ткал упал в принципе сойдет но я больше взял проклятие просто к урон лего взята такая потому что марабур он лучше когда допустим хотя было восьмой есть или девятый потому что мощь геракла падает только с 4 уровня разработчики обусловили тем что нет ни одного но допустим оружие ниже четвертого уровня тяжелого хотя они про молоток наверное забыли ну да ладно дальше пицца все все идентично только вот этот бесполезный кусок говна просто там себе понизил силу или живку на 15000 грубо говоря смотри тот тоже самый идентичный случай тут все все можно сказать так выкачивается но вот тут уже взятые мелкие постабильнее тоже получше вот это вот варианты 6 левелом нормальный но если конечно взять кунай я бы сказал лучший лего на шестом уровне то тут 5 снайперов уже надо брать то наверно на ивенты ставит чисто если допустим подземку играть то лучше все равно среднее будет а если у дрожь тогда на дрожь допустим лучше будет оскол ну или допустим если бы к играть то там с тридцатками биться там пофиг тебе главное застан и убить соперника когда проходит кровотечение это лучше ну да можно добавить почему именно но у мелкие вот эти вот эти вот периодички они очень жесткие потому что этот периодичка который с накалаше этом на осколы шина всяких вот этих вот фигнях они убьют чистым уроном то есть этот урон который не бит 45 процентов и 55 от здоровья силы это куча но не понижается как и вот этот пассивка отгорения она тоже не понижается эти все урона не как эффектом идут не уроном от перца это идет чистый урон поэтому из-за этого выходит намного больше урон носить мам нотис тоже история похожие но чисто чтобы выживать больше шанса было уже седьмой уровень решил поставить четвертый уровень но так тоже можно я считаю что ну минимальный хотя бы третий уровень должно быть либо фехтование либо еще какая-то фигня лучше теперь уже у нас есть оголек вот эта вот фигня должна была сильно тяжелое оружие поднять в эффективности пока их все равно никто почти не использует это повышение урона оружием это грубо говоря как три фехтования еще плюсом три фехтование три снайпера ну и на тяжелое оружие на конечно же работает дальше он просто взял пассивки по первому уровню так тоже можно на ивентах разницы особо не будет просто на первом уровне пассивки дают больше всего дальше тут можешь только за но зумой уровне смотреть взял стандартно против в себе подобных натурах чтобы лучше выживать домохозяйку ищи тут все понятно ничего интересного нет 9 только тип топ взял броню не знаю там чисто чтобы на бк лучше битом час предсадки просто с тяжелым оружием ходят взял первого уровня можно было поменять разницу ему это особо не сыграет потому что туров то особо там до 9 уровне то что биться с теми кто помельче дальше 12 ну чисто взято против туров потому что много кто там с головкой ходит и допустим на тех же самых том же самом бк лучше 30 бить первые пассивки реанимации практически сказать особо ничего по факту ради урона все взято и чтобы выживать там в турах четверках когда против летки биться или еще против кого-то в основном третье броня идет это какой-то панус взят чисто шовшона падала тоже бесполезно в тройку выкачано типа урона все равно будет меньше чем фехтование 5 сделать домохозяйка 3 надо либо первую либо пятую тут уже фигня полную ну тут уже просто основной взят а дальше чё на выпадала чё повезло типа можно но пару навыков все равно поменять можно потом на тринадцатом родишь факут один есть он тоже взятого все чисто только броня вот в двойку взята это конечно на турах будет фигло потому что все ходят либо с колоками там либо судишками там на турах таких сильных ну третьем сидит тоже бесполезно лучше взять три крита я не знаю разделить на пассивки крит второе дыхание и двойной удар можно было дальше восемнадцатый ну тут вообще тут как все понятно узи стандартный набор только менять либо третью кожу первую броню брать либо первую броню третью кожу айфу либо первую кожу третью брони в зависимости от того против кого играть потому что второе дыхание тут не нужно 5 снайпер фолл пассивки на урон его ворот но ворота обязательно потому что вы даже блокировать не можете удар без ворот у вас просто расстреляют аналогично только тут третья броня взятого против узи это все-таки лучше работать будет но летка это брала чисто против максимуса эти умелки то есть тоже зависимости от того для чего надо то есть в эвентах особой роли это не сыграет от и шептуры забирать допустим если конкуренцию может стать только максимус то так и есть максимуса тут хрень навороченную я когда спрашивал чем нормально мелки не поставит у него там верил что броня не понижает урон то есть это массовых то есть дистанционных оружий знает его мнение мог бы тура не проигрывать тоже его дело то есть против массу оружия ничего не взято только один неприкасаемый и 4 футболист пассивки на урон ну то есть нормально но всего жирами вообще пофиг там он все туры забирает он трон и узнал не вообще статы по 700 тысяч тут уже и со студии дофига статут под стола чем 1000 идет шима вообще пофигу ну тут тут уже взято да тут уже все пассивки почти взяты двойный удар конечно 3 можно было сделать вместо мстителя просто взяты все пассивки здесь не знаю что ставить бери просто пассивки основные то ворот и двойные удары критые фехтования на уровне ну и броню естественно если уже в турах надо кого-то бить где-то конкурировать помню там тоже сказать ничего такого вот тут идентично только уже нужные пассивки все выкачаны и тут тоже нормально надо встретить ну тут банщик не надо на месяцок он скоро должен пропасть но тут все взято для калаша это чисто перс под бест то есть постоянно теперь забирать будет ты так все понятно все пассивки там петов поднимать урон и хил все ничего то другое не нужно кто еще хулиган играю просто кастет со всякой фигней это апперкот иногда может даже иногда видел скрины просто из-за того что не взята тот броня просто просто с этой сбивал сына снова прокаста этой фигни с одного апперкота скрита что тоже интересно пропасть это редко поэтому билд старый билд билд бесполезный дальше 26 тут бэкс тут 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 калаша м к стоит влагатор просто шам был ну тут все все в принципе все лишнее взять конечно можно было вообще оживление поменять на 4 проклятие было бы лучше ну насколько нам на 60 процентов ромба увеличил все равно можно было и поставить четвертое это ситуация логично все пассивки есть против калаша все есть 4 молния стоит пассивки тоже такого лично тут уже никто ничего не ставит но тут вот да вот это вот это вот все вот это вот против массовой конечно плохо работать у него будет лучше было это блокирование поставить на фехтование питомца ладно убивать посетителям можно все ради роляло бы но на тридцатках на тридцатках вообще можно брать по доминаторам так удобнее будет кто играет ну тут тоже все основные навыки взятые без второго дыхания потому что скорее всего не хочешь хочешь стабильности чтоб вред не приносил эти умилки то что было лишнее чтобы пассивки не брать которые ему уже не нужны ну что у него есть хил у него есть молния у него есть анимация первая помощь все весь урон есть просто взял атлетику чтобы ну хотя бы чуть-чуть там повысить там на 50 на 60 сил насколько она там повышает если сейчас уходи то под 350 процентов ну по 350 тысяч живки и силы то где-то там под под 70000 будет она не повышать врач подобная история только авианалет не знаю зачем взял тоже наверное не знают что урон понижается просто что нападал думал нормально и взял весил присутствует урон присутствует все пассивки есть тут все то есть так большинство персов собираются то есть все пассивки все равно выкачивается потому что это можно делать хил взят максимально урон там уже шо шо уже четыре навыка остается чеку и куда бы их куда бы их вставить так что вроде так ничего сложного для тех персов которые только начинают там играть ну там то допустим полгода играет кого еще не выкачено там ничего кто пытается как-то начинать играть лучше выкачивать в основном ну мелкий под урон то есть пятое фехтование там кому как удобно может там кожа надо напихать еще ладно там конфетницы у кого нету ладно 3 криты поставить с 3 с 3 яростью смотря все зависит от уровня и от того для чего нужны эти метки в подземку все равно лучше будет поставить кожа или броня потому что подземка очень сильно заметно когда скелетик берет легкое оружие я сейчас чаще там убивался чем против брони но особенно пятитысячных этажах там уже вряд ли должны пятитысячных можно с какого-то чиха выжить если есть броня с кожей они от какого чиха там не выжило так что-то вроде бы все чем мог сказал какие будут вопросы могут задавать мне в принципе не впадал ответить так что всем спасибо до следующих видео и и